Что это за гадость? Всем привет, с вами Наташа и Наташа Кисель, она у меня снова в гостях. Всем приветики. И сейчас мы будем пробовать необычные азиатские продукты. Это все будет в таком формате, что мы будем пробовать с закрытыми глазами. Масочка кролика. Продукты в магазине мы выбрали, каждая друг для друга и не видели, что это будет. Какую подлянку ты мне подготовила. Мне кажется, это интересно смотреть, там какие штучки балуют. Будем пробовать с закрытыми глазами, описывать вкус, а потом вместе смотреть, что это такое странное. Наташка-то в гости приехала, я ей угощусь сейчас вкусняшкой. Надеюсь, мне сейчас случайно какой-нибудь какафон не положат. Я же сама не знаю, как это по вкусу, поэтому мне интересно. Open your mouth. Это похоже на какую-то огромную фасоль. Сладкая фасоль. Кисло-сладкая такая, но больше к сладкому. Как будто большая фасолина. Но это не фасолина. Но это что-то бобовое. Не совсем. Короче, это что-то вроде маринованных каштанов. Каштаны, которые жарены, они же очень популярны, и они вообще на вкус как картошка. То есть эти каштаны промариновали так. Я скажу запах на любителя. Похоже на картофель. А вот эта жидкость как баночки из-под кукурузы. Кукуруза поприятнее пахнет. Пюрешка и соленые огурчики решают. Это не очень. Огофые. Я не ожидала, что это будут чипсы. Ну, угадай, из чего они. Они вряд ли из картошки. Это слишком банально. Это батат. Нет. Это. Я не знаю толком. Можно говорить, что это. Но я должна была сказать это с умным видом. Вкус довольно-таки ровный. То есть нет какого-то прям химического аромата. Это чипсы из овощей какого-то. Редьки. Не знаю. Очень сильно похожи на картофель. Но они плотнее. Поэтому я и сказала, что это чипсы из чего-то другого. Это чипсы из банана. Чего? Да. Почему они не сладкие? Банан с солью. О, боже мой. Соленый банан. Круто. Ну, как бы это очень похоже на картошку. Реально очень похоже на картошку. Плотная картошка такая. Бананом не пахнет вообще. Кстати, довольно вкусно. Таиланд, кстати. Сколько раз были в Таиланде и не ели там банановые соленые чипсы. Еда для гурманов. Блин, надеюсь, там не жучело никакой. Ой. Какие-то листья, как будто, знаете что? Пекинская или китайская капуста порезана и замаринована с острым соусом. Практически попадание в точку, только она корейская капуста. Сильно острая сейчас? Нет, не сильная. Ой, я даже так вот и представляла ее визуально. Вот ты мне когда в рот положила. Очень вкусно. Продобно, да. И острота, ну, не такая сильная, как могла бы быть в азиатском продукте. Средненькая. Для русских людей подойдет. Это мы докушаем обязательно с пюрехой. Это было не очень эстетично, но я знаю, что это. Я это люблю, это водоросли. Ну, по-моему, это классический вкус без каких-либо. Может быть остренький чуть-чуть. Да, это с острым вкусом. Называется кимчи сизмет лаверк. Я вот эти штуки вообще очень люблю. Это очень вкусно. Если вы еще не пробовали такие чипсики, то мы вам рекомендуем. О, потекло. Запах какой-то не слишком различимый. Отдаленный запах, непонятно чего. Это сладко и довольно-таки приятненько. Это что-то такое фруктовое либо кокосовое? Нет, кокосовое не очень чувствую. Мне кажется, это какой-то фрукт. Да, какой. Манго, папайя, рамбутан. Личи, личи, личи. Нет. Такие кругляшки волосатые. Это тамариновый напиток с семенами базилика. Тамарин? Тамариновый напиток. Это значит, что это индийский инжир. Да, вкус очень странный. Я бы тоже, мне кажется, не поняла, что это такое. А вот эти штуки смотрятся, как будто плесень отросла. Да, да, да. Мы кушали в Малайзии десерт, и там тоже... Знаете, там такой десерт, как супчик, и в нем вот эти вот штучки. Организатор нашей поездки, он из Малайзии, и он говорит, что это его любимый десерт. А Руслану прям категорически не понравился. На самом деле, напоминает чай, причем даже вообще не сладкий чай. Вот так вкусы отличаются у разных национальностей разных стран. Самое интересное. Самое мной ожидаемое, потому что мне безумно интересно. Это тоже не разно мило, да? В таком виде никогда. Вроде так страшно. Тогда угадай, с чем это? Какая-то вафельная трубочка. С ванилью. Как будто. То есть, с закрытыми глазами, дуриан как ваниль на вкус? А я дуриан никогда не пробовала. Вот, случился твой первый раз. Так он вкусный вообще. Я люблю дуриан, но он считается самым-самым таким, открывай, самым вонючим фруктом. Я могу так сказать, как специалист по дуриану, он здесь практически не ощущается. То есть, я знаю, какой на вкус дуриан, я понимаю, что это с дурианом. Если бы мне дали его вот просто попробовать, я бы тоже подумала, что это трубочка с ванилью. Ну, прислушайте, там нотки такого тухленького лучка. Мне кажется, вот это прям ваниль, карамельная ваниль. Я чувствую отдаленные нотки любимого дуриана, которого нет в России. Знаете, это как будто просто меня чуть-чуть позарили и забрали. То есть, нет этого настоящего дуриана. Это же тонкий-тонкий намек. Я, кстати, прочитала, что здесь его 24%. Но все равно этого мало, чтобы ощутить дуриан. Тебе нужно в Азию пробовать его там. С руки, что ли, покормить? А, я тебя не предупредила. Кажется, она это знает. Это мочи или мочи? Да, давай тогда вкус угадывай. Либо ореховая начинка, либо фасоль. Фасоль начинка, только сама вот эта вот мочи, 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 она с добавлением матча, то есть с зеленым чаем. Цвет очень такой у нее прикольный, яркий, то есть зелененький, а внутри вот эти бобы. Вообще вот с красными бобами обожают десерты в Азии. Тебе как по вкусу? Нравится такое? Ну, оно как бы вкусно, но не до фанатизма. Да, много я бы их не съела, но вот одну типа попробовала как тест, и все. Ну да, внутри перемолотая фасоль, она сладкая. Это все из рисового теста сама лепошечка. А вокруг, да, рисовое тесто, оно такое резиновенькое немножко. Я не люблю вот эту вот фасоль перемятая, как будто фасолевое пюре. Не мой десерт. Это тоже мочим, да? Да, но с каким вкусом тогда угадай? Невозможно. Внешне это что-то очень сладкое, фруктовое. Внутри какие-то семена или бобовые. Это кунжут? Нет, это клубничка. Если это кунжут, то он сладкий, а оказывается, это прям клубника, да, внутри? Да, прям типа клубничка. Ну, я говорю, фруктовенько, вкусно. Вот эти мне нравятся намного больше, чем с фасолью. Бобы, да, эти все? Такие с чайком хорошо зайдут. Пахнет сырой картошкой. Нет. Ложечку за маму, ложечку за папу. А можно еще? Блин, вкусненько. Какой-то супец. Здесь явно есть имбирь и лайм. Да. Такое ощущение, как будто это суп том-ям быстро завар... Быстро приготови... Быстро приготовля... Мы поняли, мы тебя поняли. Быстрого приготовления. Смотри, есть том-ям, а есть еще другая версия. Вот это она. Не том-ям, а том-ка. Я ни разу не пробовала том-ка. Он беленький. Потому что он с кокосовым молоком, ребята. Там, оказывается, нужно было разогреть и туда еще положить овощи, грибы, мясо. Ну, в общем, что вы хотите уменить в своем супе. Это основа. Но в любом случае, мне кажется, она прям чувствуется, прям этот азиатский вкус. Оказывается, можно просто купить вот такой пакетик, туда закинуть все остальное, и получится суп. Вот креветочек сюда особенно. Вот когда не попробуешь, пахнет ужасно. Но когда попробуешь, и запах уже тоже кажется нормальным. Вкус прям Таиланда. Классно. Оп. Что это за гадость? Я не знаю, от кого это на вкус. Ты сначала мне как будто кофейкан закинула вообще, зерен. А потом я поняла, что это острое и меткое. Разжевала нормально, да, уже? Нет, я разжевала, поняла, что это что-то, что можно жевать, потому что по началу кажется, что это какие-то камешки вообще. Это что-то острое. Снек, видимо, состоящий из маленьких таких вот продолговатых штучек. Но что это, я не могу понять. Это выпечка или... Да, это выпечка, скорее всего. Привкус какой-то прям неприятный, бесячий. Но пахнет приятно, мне кажется, да? Прочее, я говорю, это крекеры рисовые с перцем, соленые. А вот привкус какой-то есть прям. Фу. Ой, похоже на соленый попкорн. Да. Забирай. Мне вообще не понравилось. Нет, очень клевый. Когда мне уже рассказали, что это рисовое, я уже чувствую этот вот привкус рисовой муки, но... Нет. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить нам лайк. Обязательно подписывайтесь на Наташу, я оставлю ссылочку на ее канал в описании. А также подписывайтесь на наши инстаграмы. Пишите в комментариях, какие продукты из этого видео вы бы тоже хотели попробовать. И до встречи в следующих видео. И всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok